Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот, друзья мои, сегодня наша Церковь вспоминает благоверного князя Данила Московского. На самом деле, вот его жизнь, она как бы таким, может быть, примером для сегодняшнего времени, ну и для многих людей, живущих в нем. Особенно тех, кто вот как-то относится к власти, и не только в семьях, наверное, так стоит поступать. Вот, что мы о нем знаем? Ну, он был самый младший сын, конечно же, известного всем князя Александра Невского. Да, самый младший. И поэтому в удел, то есть для его жизни, правления, достался маленький тогда еще город Москва. Действительно, это был по сравнению с Тверью и по сравнению с Владимиром. Совсем малюшенький город, который часто страдал, потому что он на дороге находился, и все войска, которые шли и боролись то за Владимир, то за Тверь, они проходили мимо, ну и, соответственно, питались и жили здесь, в этой Москве, разоряя ее напрочь. Вот. И первое время он даже править не мог, потому что был совсем маленьким, когда его отец умер по дороге из Орды, правил здесь его дядя, вот, князь Переяславский. Вот тот город, который сейчас на озере Плещееве находится, был гораздо больше, града Москвы. Но когда Даниил подрос, первым делом он здесь захотел устроить небольшой монастырь. Вот сейчас мы знаем, что это такой огромный монастырь, Свято-Данилов монастырь, там, да, огромное количество монахов. А тогда это было совсем маленькое местечко, несколько церквей. Но почему-то вот он чувствовал, что это важно, начать свое управление именно с того, что посвятить вот что-то Богу там. И действительно, годы его управления, они отличаются тем, что он пошел по стопам своего отца. Он был хорошим дипломатом. В лучшем вот как-то вот таком стиле дипломатической работы он общался со своими братьями. Братья, как всегда, пытались устроить какие-то междоусобицы. Вот, скажем, в 1287 году он предотвратил конфликт двух своих братьев, Дмитрия и Андрея, быв инициатором переговоров. Причем переговоры длились пять дней, да, и они договорились, что все же не будут друг друга люди убивать, за великокняжеский престол не будет вестись война, тем самым сохранив огромное количество жизней. Ровно через год, опять же, да, он предотвратил войну между братом Дмитрием и тверским князем Михаилом, будущим святым, тоже уговорив не идти на кровопролитие, потому что всегда для него как-то люди были на первом месте, и он понимал, что вот эти боевые действия ни к чему хорошему не приведут, а и так Беларусь разорена татарами в конец, и он сам также пострадал, потому что рать, которая шла на Твери, Дюденева, так называемая, разорила Москву, и он все свои средства потратил на то, чтобы город восстановить. Вначале, конечно, история печальная очень, когда войско татарское подошло к Москве, он их впустил, надеясь на милосердие, понимая то, что город защищаться не может, но город был разорен, вот печальная такая история в его правлении, и он потратил, говорю, все, что у него было для того, чтобы город восстановить. Мало того, он избавил от оброка и отхода тех, кто захочет вернуться, бежавших людей в Москву, в более такие места мирные, да, он понимал, что без хороших людей, без тружеников, без тех, кто, в общем-то, может что-то планировать, делать, город не будет развиваться, и он вот освободил всех вернувшихся от податей налогов, так называемых, на 15 лет, для того, чтобы привлечь их возвращение. И, кстати, одни из этих людей, вернувшиеся в будущем, стали предками такого известного нашего с вами митрополита Алексия, бояре-бяконка, вернулись сюда, и, соответственно, вот история даже церковная продолжилась. И, в общем, всю свою жизнь он пытался как-то мирить братьев, тем самым, вот, спасая людей, которые гибли. Ну, всем известно, что вот эта братоубийственная война, которая продолжалась до татаро-монгольского нашествия, продолжалась и потом. Часто люди воевали за этот великокняжеский престол. И, знаете, вот его вот эти мирные действия привели к тому, конечно, ему приходилось там и брать в руки оружие, защищать, вот, свое такое небольшое княжество, вот, но больше было мирных договоров, и вот эти мирные договора привели к тому, что его княжество увеличилось за его жизнь в два раза. Потому что, скажем, его дядя, князь Переяславский, он переписал, когда умираю, он был бездетным, просто свое княжество на него, видя, как управляется со своим уделом его племянник. Вот. И, конечно же, это пример не только для какой-то внешней деятельности всех нас, но для наших домов. Вы знаете, я здесь натолкнулся на такое замечательное изречение апостола Павла. Мы часто его как раз-раз быстро перелескиваем. А вот, что он говорит про то, как мы должны друг к другу относиться, вот, чтобы стяжать этот мир в наших семьях, в наших домах. Ну, потому что я убежден, что все начинается с малого. Да, если не будет вот какого-то малого начала, то откуда возьмется мир и вообще во внешней среде? Это практически невозможно. Если мы деремся по домам по своим, то мир, достигнут где-то во внешней среде, ну, как ты это сделаешь? Абсолютно не сделаешь. А сейчас действительно такой трагичный период времени нашей с вами истории, и об этом стоит вспомнить. И вот, что говорит апостол Павел. Христос... Итак, призываю вас я жить достойно призвания, которым вы были призваны со всяким смиренно мудрием и кротостью, с долготерпением, терпя друг друга в любви, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Терпя друг друга, он не призывает и не говорит о том, что давайте вот высоким таким чувством любить друг друга. Да, но мы все знаем, что это очень трудно сделать. Ну, хотя бы терпя друг друга, вот, в союзе любви, это уже любовь, понимаете? На самом деле это очень важная вещь. Вот отец Александр Шмеман говорил, что мы с вами собираемся на литургию даже не для того, чтобы вот какого-то достигнуть верха совершенства. Нет. Чудо в том, что мы с вами собираемся на эту службу, потому что именно Христос помогает нам вот это наше разделение разрушать. Ведь самое главное, о чем мы забываем, что грех что делает? Он разрушает единство, он делает нас такими как бы индивидуалистами, которые действуют по собственной программе, не замечая, что происходит вокруг. И чудо то, что вот наши с вами службы продолжаются. И здесь мы с вами вот такие все разные совершенно собираемся. Вот знаете, последнее, что хотел сказать, ведь это тоже слово о мире, и когда двое брачующихся вступают в брак и ходят вокруг аналоя, то поются тропари мучеников. Вы представляете? Кажется, в этот момент должны все радоваться, как славно два хороших человека вступили в брак, все у них будет хорошо. А нет. Нет. Наоборот. Говорят, нет, друзья мои, вы два мученика, говорит нам песнопение. Почему? Да потому что ужиться двум людям грешным – это чудо. Вот подумайте об этом. Может быть, стоит благодарить, если у кого есть друг, если у кого есть семья. Стоит об этом благодарить, что она есть, что это чудо, что она сохранилась, эта семья, сохранился этот друг. Мы как-то это вот пропускаем между семьями, промеж своего зрения, и к этому как-то относимся совершенно, ну вот, прохладно. А на самом деле, действительно, то, что мы с вами здесь собираемся, ну это огромное чудо. Вот в обычном мире, вряд ли бы мы собрались бы так вместе, говорили там о Данииле Московском, о мире, о терпении. Ну мы бы там выскали свое мнение, если что, там фужурили друг друга и разошлись бы быстро. А здесь Христос нас всех соединяет. И мы учимся здесь, вот на этой площадке данного храма, быть друзьями друг к другу, знакомиться друг с другом, слышать друг друга. В маленьких каких-нибудь мелочах, в том, что там, скажем, может быть, заметить и подать микрофон братьям моим мне, когда он мне нужен, я задыхаюсь, вот, они с микрофоном. Это же, это здорово, когда люди видят слабости друг друга и помогают друг другу. Но, слава Богу, братья мои замечательные, вот, и как бы в этих мелочах и рождается этот мир. Давайте будем помнить об этом и как-то друг к другу с этим милосердием относиться. Вот. А теперь у нас есть еще два таких замечательных события. Во-первых, я хотел поздравить одного великого тоже именитого брата с днем рождения, потому что, ну, он такой для меня пример человека-ученого. Вот он доктор наук, между прочим. И его статьи входят в топ мировых статей. Вот. Об этом никто не знает, все так к нему прохладно относятся. Вот он какой, замечательный. У нас есть брат, вот, который здесь в храме давно... Он поздравил тебя. Да, и поэтому давайте его поздравим и пропоем ему многое лето. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!